отлично хорошо но в любом случае мне в конце надо будет выключить гарнитуру потому что у меня зарядка на телефоне спели ну она преданная к сожалению от калиюга век технического прогресса поэтому ничего не сделаешь какие-то нюансы всегда вот слава богу что у нас есть богатом а давайте произнесем молитвы ул ну-ка она мы Итак, сегодня мы продолжаем изучающим Адбхагаватам песнь третья, глава 25, «Величие предного служения». Как я уже сказал, одна из самых главных глав третьей песни. И читаем сегодня небольшой текст, 28-й, с маленьким комментарием Шопарпады. Выслушав наставление Господа, Девахути спросила, Каким видом предного служения мне следует заниматься, чтобы быстро и легко получить возможность служить Твоим лотосным стопам? В Бхагавадгите сказано, что служить Господу могут все. Каждый, кто занимается преданным служением, будь то рабочий, торговец или женщина, достигает высшего совершенства и возвращается домой к Богу. Вид предного служения, который более всего подходит тому или иному предному, определяет духовный учитель, и он же милостиво дает ему возможность заниматься этим служением. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дочь Кайману Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 просто когда кардама стал попытался удовлетворить в охоте да мы помним эту историю что он создал летающий дворец там наводнил этот дворец с разными аксессуарами коврами там драгоценными камнями диванами и кроватями и так далее ну в общем эти ранними маслами сделал такую атмосферу которая разжигает страсти и который можно было бы наслаждаться но и мы помним что она мысли в охоте летали наслаждались много-много лет потом в охоте удовлетворила свое вожделение она родила там сколько восемь или девять дочерей и в конце концов она очень хотела сына потому что брахма предсказал что из елона родится воплощение господа и в конце концов да вы путем с когда мы зачали капилу и после того как капила вырос кардама ушел в лес медитировать и вот этот момент как раз и соус там в предыдущей главе и и как-то улучшив момент девахути она находилась возле карда возле копилы и она решила обратиться к нему понимая что это сам бог и попросила его определенных наставлениях которые бы помогли ей преодолеть это эту инерцию наслаждение представьте вы там тысячи лет просто наслаждаетесь по максимуму вообще ну то есть нам даже очень сложно представить те наслаждения которые испытывала девахути и кардама муни когда они летали на этом дворце да то есть бактерасам лита синхо сравнивается там что счастье самого благочестивого земного царя условно это единица там счастье полу богов которые находятся в том числе там и таких живых существ как кардама муни и девахути да их счастье оно там уже в миллионы раз больше поэтому нам очень сложно оценить степень того материального наслаждения сваргия 1 это называется то есть это наслаждение эмоционально и наслаждение такое очень изысканное вот представьте вы тысячи лет живете по инерции такого наслаждения потом но разумом да вы все время фоном понимаете что рано или поздно все это закончится и мне нужно как-то подготовиться к последнему экзамену мне нужно от этого отречься и девахути здесь она листворяет разум такого не среднестатистического человека калиюжного который живет просто не задумываясь о своем будущем на своей будущей жизни на то есть 2 хоть и здесь олицетворяет разум очень такого ну духовного человека но при этом которые имеют определенные материальные привязанности но тем не менее понимая что ему таких материальных привязанностей нужно избавиться каким-то образом потому что если он от этих материальных привязанностей не спать ему придется так и иначе стараться стареть болеть умирать и поэтому его пути задает вопрос что делать мне она очень искренне задают этот вопрос попробуйте представить себе да что что вы настолько сильно привыкли наслаждаться и что инерция вот этого очень сильно и ваши чувства они все время привлекаются к объектам чувств а изысканным объектом чужда и тут но разумом вы понимаете что все это временно и по-настоящему это не принесет мне счастья и это такое определенный накал эмоциональный вот в этом контексте два путина обращается с очень такой большой надежды копили что мне делать как не избавиться от этого всего этот этих привязанностей и капилова начинает свои повествования на то есть вот это 25 глава она как раз прославляет величие преданного служения потому что капилла дэва он здесь описывает что только благодаря бахте только благодаря предному служению человек может избавиться от всех материальных привязанностей там первые стихи после этого вопроса он там объясняет что только сосредоточившись на господи преданно служа ему человек может порвать эти материальные привязанности осознать себя душой и в конце концов обрести такое чистое сознание и потом когда он описывает этот блок ну некую прайорджину написал да то есть к чему мы стремимся вот эта цель наше сознание кришны такое духовное сознание когда мы не обременены какими-то материальными привязанностями не отождествляемся с этим телом и умом он описал эту цель и тогда возникает вопрос а как достичь этой цели то есть что нужно делать чтобы вот обрести это сознание и капилла дэва он в определенном блоке стихов там где-то с 19 или с 18 стиха он читает описывать как человек может обрести это очень быстро и он описывает обхидею и какова обхидея это саду санга и поэтому начиная начинает описывать о том насколько могущественно саду санга и насколько могущественный саду и капилла дэва он описывает что если человек он привязывается к саду да если у живого существа развивается такая же привязанность к общению с саду как у него до этого была привязана к материальным объектам чувства то перед такими перед таким человеком распахивается врата освобождения мог шадваром а повритах известность их мог шадваром то есть то есть и пропадав комментарии на самом деле мы искусственно пытаемся отказаться от привязанности мы просто меняем объект привязанности поэтому были привязанных материи так и иначе каким-то объектом чувствуем наслаждение сейчас мы пытаемся перенаправить эту привязанность на что привязанной сама по себе это свойство ума то есть ум он соткан из гуны благости сад вам гируется время заметили до штума никогда не заканчивает работать он работает даже во сне он все время на что-то медитирует он к чему-то привязан каким-то мыслям каким-то надеждам желанием или к воспоминаниям о наслаждении прошлого он все время к чему-то привязан поэтому мы не можем просто остановить эту привязанность что мы можем мы можем ли переключить поэтому копилады выговорит но по факту есть только два варианта к так чему вы можете быть привязаны до условно говоря вы пограничная энергия татасха шахте живет это татасха шахте это значит она находится на границе духовной материальной энергии может попадать влияние либо той либо другой поэтому у вас есть только два варианта к чему вы можете привязаться либо к тому либо к другому и как привязаться к духовной энергии Нужно соприкоснуться с теми, кто является проводником этой духовной энергии к преданным, к саду. И, конечно, возникает вопрос, кто такой саду. Мы знаем, что есть разные определения саду. В Бхагавадгите это известное определение, что даже человек, который совершает отвратительные поступки, но при этом его решимость направлена на служение Кришне, на обретение Кришны, такой человек саду. И до какой-то степени это действительно так. То есть минимум мы признаем саду того, у кого есть шрада. Шрада – это когда у человека есть… В чем проявляется эта шрада? Шрада проявляется в том, что у человека есть определенные эмоции шаранагати, предания себя Богу. И самые первоначальные эмоции шаранагати, которые возникают, – это решимость. Человек решительно настроен служить Кришне, решительно настроен практиковать бхакти. Поспевать светое имя, служить. При этом у человека может быть куча материальных желаний. Он может чему-то не следовать, постоянно срываться на какие-то принципы и так далее. Но у него есть эта решимость внутренняя. Это саду. Человек может какие-то даже ужасные поступки совершать, потому что еще идет инерция этой материальной кармы. Но если у него есть внутренняя решимость, этот энтузиазм, служить Кришне, значит он саду. Это минимальное определение саду. Есть более возвышенное определение, которое потом Капилла Дева дает. В следующем стихе он говорит, что на самом деле у саду в идеале должны быть качества проявлены. У него должно быть терпение, милосердие. Он друг всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен. Он строго следует предписаниям шастер, наделен всеми добродетелями. Есть другое определение саду, которое такое более каноническое является, что саду это садна-ти, садга-ти, саду. То есть саду это тот, кто сам совершает саду. Кто изо дня в день, он слушает Кришне, он говорит Кришне, он воспевает Святое Имя. Он служит, он как-то задействует все свои органы чувств Господу в тех или иных анграх преданного служения. Это садна-ти. Он садга-ти, он помогает другим. Он вдохновляет своей садной и других преданных. Это садга-ти. И такой человек идти с саду. Это более возвышенное положение, понимание саду, кто такой саду. И здесь, так или иначе, в этих стихах Капилла Дева, он прославляет, он говорит, что саду непокоребим в своем преданном служении Господу. Ради Господа он прорывает все связи с миром. И общение с такими личностями, оно помогает очень быстро избавиться от всех материальных привязанностей. И он говорит, что ты должна стремиться к общению с такими святыми людьми, ибо только привязанность к ним поможет тебе избавиться от пагубного влияния материальных привязанностей. И потом, в конце концов, он произносит этот известный текст, который является некой кулиминацией вот этого блока стихов 3.25.25, где он говорит, что То есть благодаря общению с саду, не просто саду санга, а пра санга. Мы сейчас поговорим, чем просто санга отличается от пра санги. Благодаря правильному общению с саду, с такими личностями, человек очень быстро достигает. Что он обретает? Во-первых, когда он слушает саду, это подобно расайне. Расайне – это значит, что этот звук, который он слышит, он проникает в сердце мое, и в моем сердце происходят какие-то изменения. Я чувствую, как вот этот звук, который произносит саду, катху, который он произносит, проникает внутрь меня, и он наполняет меня энтузиазмом, вдохновением служить, стремиться идти к этой цели, к любви к Кришне, к определенным взаимоотношениям с Кришной во Вриндауне, в конце концов. Вот этот звук, он вдохновляет меня. Вот это расайна. И когда мы воспринимаем звук саду как расайну, сейчас мы говорим, как это происходит, то тогда человек, слушая таким образом, он очень быстро обретает, что он обретает? Он обретает шратху сначала, очень быстро обретает шратху. Потом он обретает рати – это бхагава, и потом он обретает бхагдхи – это према. То есть, там, Бхактён Хакур говорил, что можно там за две недели всего этого достичь. Но это индийское время, у них там немножко растянуто. Когда говорят там чуморал, то это вообще никогда, наверное. Но так или иначе, сам Господь говорит, что очень быстро можно всего достичь, если иметь правильное общение. И что такое общение с саду? Что такое прасанга? Чем санга отличается от прасанги? Мы знаем, что санга – такое уже замыленное слово сейчас. Но по факту санга под сангой может подразумеваться просто некое присутствие в обществе людей, в обществе предных. И сама по себе санга не подразумевает, что в процессе такого взаимодействия с предными может происходить какое-то глубокое погружение, какое-то глубокое общение. Вот чем отличается прасанга от санги? Тем, что в прасанге происходит очень глубокое доверительное общение и происходит процесс проявления Кришны. То есть Кришна проявляется в таком общении, в таких отношениях. Как Он проявляется? Кришна об этом тоже во многих местах в Писании говорит, Он говорит в Бхагавадгите, что когда такая прасанга идет, когда мои преданные такие саду собираются, что это за предные? Чье чита, чье сознание, чья прана направлено на меня? Когда они к адхаянта с чамам нитьям все время нитьям говорят обо мне, то тогда я прихожу туда, в эту прасангу в виде в виде вкуса, счастья, удовлетворения. И это прасанга. То есть Кришна проявляется. И возникает вопрос, как тогда обрести такую прасангу по-настоящему? Какова квалификация саду, которого мы слушаем, и какая моя квалификация должна быть, чтобы вступить в такое общение и, соответственно, получить максимальное благо от него? И квалификация саду тоже описывается во многих местах Священных Писаний. В частности, в Бхакти Асамыто Синху она описывает, что общение с таким предным, что это за предный должен быть, что это за саду? Говорится, что это должен быть саджатишая снегрея, саду санга сватоваре. То есть, во-первых, у тебя должно быть с ним близкое настроение. То есть, ты слушаешь саду, ты слушаешь старшего предного или духовного учителя, и ты чувствуешь, что бава этого предного, его настроение, оно очень созвучно тебе. Ты слушаешь его, ты понимаешь, я хочу служить так же, как он служит. Я хочу жить так же, как он живет. И так же смотреть на этот мир. И ты, когда его слушаешь, ты пытаешься уловить его настроение, ты понимаешь, что у этого человека есть что-то, что нет, чего нет у меня. И тебе очень близко его послание. Это саджатия. Это одинаковое настроение. Это первый важный фактор, который должен быть соблюден. Второе, снегдха, любовь. То есть, когда вы соприкасаетесь с этим саду, то когда вы чувствуете от него любовь, то очень легко опять же продолжать общение с таким преданным, очень легко довериться, открыть ему сердце. И в идеале этот саду он должен быть снегдом, он должен с любовью относиться, с принятием. Не то, что вы ему что-то рассказываете, открываете свое сердце, он начинает вас шахтить и стоять на место, какой вы негодяй. Хотя такое тоже может быть, на каком-то уровне уже близких отношений. Но снегдха, да, как, даже если он так говорит, вы должны понимать, что в этом есть любовь, как Горгавинда Махараш, если вы послушаете его лекции, где он там вообще там конкретно просто разрубает материальные привязанности своих учеников и там все время кричит, ты просто свинья, ты ешь испражнения вообще, ты плачешь о мае, там где моя палка, дайте я ударю его. Но это уровень премы, это как бы, и все сидят и смеются, и в экстазе просто вообще смотрят на него. Или то же самое, когда про Пада говорил, там кошки и собаки, и все ему аплодировали. Да, то есть от саду мы можем принять даже обертку внешнюю, очень как бы жесткую, но мы чувствуем, что в этом есть любовь. И тогда мы готовы принять, когда мы видим проявление этой любви, заботы, мы готовы служить просто такой личности. Вот. Это вторая составляющая. И третья составляющая это садусанга, свату варет. Это значит, что человек, он должен понимать очень хорошо священное писание. Да, то есть у него должен быть шастра ютха. Он должен видеть очень системное писание, хотя бы, ну, то есть выводы, это не значит, что он там, знаете, такой ботаник и там знает вообще там какие-то все нюансы священных писаний. Нет, он знает выводы, выводы священных писаний. У него есть определенная система понимания священных писаний. То же самое об этом говорит там одиннадцатой песне. Кришна, когда описывает квалификацию духовного учителя, он говорит, что шабда Брама не нишна то, пара Брама не нишна то, да. Что у человека, у настоящего духовного учителя у него там две основных квалификации, он должен понимать Священное Писание, у него должен быть духовный опыт. То же самое здесь мы говорим, что Садду — это тот, в итоге, три главных составляющих, что у него саджетия, у тебя есть саджетия с этим человеком, одинакового настроения, когда ты понимаешь, ты слушаешь его, и ты чувствуешь, что я хочу обладать такую же Бау, как у него, я хочу быть Анну Бау, я хочу идти по стопам его настроения, хочу служить этому настроению, как практически все наши духовные учителя не служат настроению Шилуп Рупады, а мы все рупануги, нас часто называют Гаудио-Ваштамами, рупанугами, мы идем по стопам Рупы Госвами, потому что мы пытаемся, в конце концов, удовлетворить Рупу Госвами, который понял настроение Господа Читания в свою очередь, то есть это такая пара, парампора, парампора, это когда мы пытаемся медитировать на настроение предшествующих отчаев, это саджетия, второе саджетия, синга любовь, и третье, это понимание Священных Писаний, либо выводы Священных Писаний, вот, и в идеале у такого, конечно, саду должны быть еще качества, о которых там, Капила Дева до этого описывал, да, Титик Шево, Коруниках, и так далее, это вот квалификация саду, так или иначе, но опять же, иногда мы этого можем не увидеть, я бы даже сказал, зачастую мы этого можем не увидеть, это как бы самый высокий стандарт саду, о котором я сейчас проговорю, но помните, вначале я говорил, что саду также это тот, у кого хотя бы есть шратха, у которого есть эмоции шаранагати, у кого есть решимость, у кого есть желание предать себя Господу, у кого есть некое определенное смирение, дойня, раскаяние, у кого есть эмоции благодарности, это тоже саду, да, и часто мы пытаемся воспринимать саду только как по высшему эталону, на самом деле, если мы научимся видеть саду в каждом преданном, то мы сможем обрести милость каждого предного, вот, то есть представьте, что у каждого предного искренне, у кого есть шратха, у него есть эти эмоции, и очень часто нам в духовной жизни не хватает, ну, в какой-то момент жизни, да, не хватает какой-то такой эмоциональной, духовной подпитки, там не хватает видеть Кришну в разных сложных жизненных ситуациях, проявить к нему, в отношении к нему благодарность, да, и доверие, да, нам не хватает решимости служить Кришне, там прилагать какие-то дополнительные усилия, все это есть у саду, которая рядом с нами находится, у преданных, но видим ли мы в них саду, вот в чем вопрос, опять же, Горгалинда Махараш, он очень часто говорил, что мы не можем увидеть саду, очень часто мы не видим саду, почему, потому что у нас нет милости, и как обрести милость, как подготовить свое сознание таким образом, чтобы правильным образом вступить в взаимоотношения с саду и обрести его милость. Есть несколько тоже важных моментов, которые должны быть соблюдены. Первый момент, первый важный момент, который должен быть, это когда мы соприкасаемся с саду, у нас должен быть интерес. Интерес или по-другому, там Бхагава там называет, это шушушушададхана сияда, то есть некое почтение, то есть мы, когда соприкасаемся с саду, со святым, мы чувствуем, что вот он счастлив, он вообще в таксазе, и он уже до какой-то степени, может быть, он уже там дошел до конца, ну там обрел любовь к Богу, а может быть он просто в процессе, но в любом случае у него есть что-то, чего нет у меня. И вот это осознание того, что человек обрел что-то очень ценное, чего нет у меня, оно привлекает мой интерес, потому что если у меня есть шрада, что такое шрада, это значит, что есть какой-то опыт определенный, эмоциональный, и я хочу возобновлять этот опыт, этот опыт ощущения Кришны. Что такое шрада? Шрада это значит, что наши духовные чувства, а так Шри Кришна намади, набхавит грахаримендряксилон кихиджиххвадал, они способны, наши чувства духовные, они способны Кришну найти где-то, в Бхагава, там, в звуке святого имени, в киртане, в лекции, мы можем Кришну почувствовать, этот вкус счастья такого, это Кришна. И вот, когда у человека есть шрада, он влеком, как бы, вот этим вкусом, я хочу еще больше, и что мне нужно делать? Вот я вижу, что человеку, у него есть этот вкус, и мне интересно узнать, а как он обрел это? И я к нему прихожу, и начинается саду санга, то есть, открытый к посланию саду, да, то есть, мы должны слушать, и мы должны, ну, открытый к посланию санга, прихожу, и начинается саду санга, то есть, первый этап, это интерес, но интереса мало, да, поэтому второе, что должно быть, это некая открытость, мы должны быть открыты к посланию саду, то есть, мы должны слушать, И мы должны открыто принимать то, что он говорит. Не то, что мы приходим куда-то на какую-то катхуй, на какую-то лекцию или в какое-то общество преданное, где человек делится каким-то своим опытом, энтузиастично, а мы закрыты, мы не хотим принимать этот опыт. Потому что внутри мы осознанно или неосознанно опираемся на какие-то низменные эмоции, зависти, какое-то упекшее, какого-то отторжения и так далее. И мы поэтому, эта закрытость, она не позволяет нам воспринять от саду его милость, да, то, что он нам дает. Как один раз Гасаем Харашин несколько лет назад он сказал, я хочу очень много дать своим ученикам, но мало кто хочет взять. Вот это, конечно, такая, ну, у меня, я помню тогда, эта фраза, конечно, потрясла. Поэтому нужно быть открытым к саду. Но даже открытым это мало быть. И третье, что нужно принимать это. Нужно принимать, как бы это иногда не было сложно принять. И опять же, в чем принятие, как бы, да, оно отличается, что если мы не принимаем, мы даже, ну, мы можем даже слушать, да, открыто слушать, что саду говорит, но внутри где-то мы чувствуем, что я не буду этому следовать. Я не буду, я не, и в конце концов, внутри, вот, какое-то наше эго, оно отвергает это. Вот. Принять это, знаете, такая, ну, как бы, немножко простота такая. Вот. Такая шаролата. Поэтому Бакстан Срасвати говорил, что, ну, надо быть шаролата, шаролата простым немножко, принимать то, что саду говорит. Вот. И четвертая составляющая, которая, ну, самая, наверное, главная, ну, которой мы все стремимся, это любовь. То есть, если у нас есть любовь к саду, то то, что он говорит по отношению к нам, она может, это может сразу стать частью нашей жизни и может очень сильно изменить нашу жизнь, да, как наши духовные учителя, они все в какой-то момент своей жизни, они что-то приняли с любовью от шоу-пурпады и сделали это частью своей жизни. Некоторые наши духовные учителя видели пурпады один-два раза. И те наставления, которые сходили с уст шоу-пурпады в тот момент, они становились просто миссией жизни этих вачнавов. То же самое и сам пример шоу-пурпады, который всего лишь несколько раз встречался в Бакстане Санте Срасвати, но который давал ему это наставление. И эта любовь и принятие по отношению к саду помогало, ну, в частности, шоу-пурпаду, пришли проповедовать, принять это наставление, да, там, проповедовать по всему миру и сделать это частью своей жизни, на которую он медитировал просто практически 40 лет, прежде чем смог это реализовать. Это удивительно. Это настоящий шиши-абхиман, настоящее настроение ученика. Когда мы слушаем саду или духовного учителя и принимаем то, что он говорит, и делаем это частью себя, частью своей жизни, тогда наша жизнь очень сильно меняется. Таково могущество саду-санги, да. Но нужно очень сильно захотеть обрести милость. На самом деле, весь прогресс, как здесь проповедует, пишет в этом стихе, в комментарии. Небольшой стих, он говорит о том, что что на самом деле только вот по милости такого духовного учителя, по милости саду, мы занимаемся преданным служением, в конце концов, и обретаем милость с Бхагавана, да. Яся парасадат, Бхагават парасадат, яся парасаданага, тихо-топи. Что по милости духовного учителя, по милости саду, мы обретаем милость Кришны. И то же самое мы поем каждое утро. Ну, или практически каждое утро. Не знаю, как и кто. Шри Гуру Чарана Падма, да. Гуру Мукха Падма Вайкия Четэ Тэ Курия Айкия. Наставление, сходящее с лотосных уст духовного учителя. Я хочу, чтобы они стали частью меня, частью моего сердца, не отличной от моего сердца. Арна Куриху Манэ Аша, да. Я хочу, чтобы они стали единым с моим умом, с моим сердцем. И привязанность к наставлениям и к стопам моего духовного учителя. Это сэута Магати, это высшая цель моей жизни. Вот. И на самом деле не так-то просто обрести милость Кришны. Ну, то есть, в принципе, надо понимать, что милость Кришны мы вообще никогда не обретем, если мы не обретем милость преданных. Если мы не сможем учиться видеть преданность в преданных вокруг, если мы не сможем воспринимать эту преданность и сохранять это в своем сердце. Да, есть такая история из Махабхараты. Очень интересная история. Ее Бишма рассказывает. По-моему, это Хиштхири Бишма Парли, если не ошибаюсь. Про одно жертвоприношение по Чаревасу, по-моему, если я не ошибаюсь. Был такой преданный, он был очень благочестивый человек. И он свершал жертвоприношение. Вот. И причем там необычное жертвоприношение было. Но так или иначе он на это жертвоприношение... Он был сам учеником Брихаспати, да, жреца полубогов. И он позвал на это жертвоприношение, соответственно, всех там известных личностей того времени, там, сыновья Брахмы. Вот. Тот же Брихаспати пришел, был главным жрецом. И, в общем, жертвоприношение, оно хорошо шло. И в какой-то момент произошла такая ситуация, что нужно было уже заканчивать жертвоприношение. И стали подавать плоды полубогам. И полубоги стали приходить, забирать эти жертвоприношения, благословлять этого Ваишнава. И все, как бы, полубоги, ну, все пришли. И настал момент, когда должен был прийти Вишну. Сам Бог должен был прийти и забрать плоды этих жертвоприношений, потому что они предлагали его в этот момент. В этот момент. И произошла интересная, как бы, ситуация, что Вишну пришел, но он пришел в невидимой форме. Его увидел только вот этот Васва. Да, то есть, один только. И никто другой больше не увидел. Даже Брихаспати, представляете, жертвоприношения богов там не увидел Вишну. Но он увидел, все увидели, как жертвы, вот эти плоды, которые приносились в Вишну, они исчезли. Все поняли, что Вишну пришел и взял их, но в невидимой форме. И Брихаспати очень сильно разгневался. Он сказал кричать, как же так? Почему я не вижу Вишну? Он пришел просто и забрал. Мы всех полубогов тут увидели вообще. Я вообще Брихаспати. И он очень сильно так возмутился, конечно. Его старик успокаивал, типа, стоп, стоп, сейчас Никольюга, что-то тут разорался. Сейчас у нас тут Сати, все, мы в благости. Давай, типа, это. И среди, в общем, тех, кто его успокаивал, были сыновья Брахмы во главе с Экатой. Ну, не с Экатой Прабуха, который у нас я, а с Экатой сыном Баратна. А Мэкота, два эти трети, первый, второй, третий. Так я их назвал, Брахмана, не знаю. Классные имена такие. Первый, второй, третий. Сыновья Брахмана. И вот так это он сказал. Да ладно, типа, Брихаспати. Ты, говорит, поспокойнее будь, потому что это вообще нормально, что мы Вишну не видим. Я, говорит, тебе такую историю расскажу, как мы тоже в подобной ситуации были. И он стал рассказывать свою историю. Он говорит, вот однажды мы с братьями решили тоже там совершать аскезы, чтобы осознать Бога. Мы отправились там на берег океана и стали совершать суровые аскезы в надежде осознать Всевышнего. В какой-то момент мы услышали голос Акаши Вани, голос небесный сказал. Ну, вам, если вы хотите осознать Бога, просто отправляйтесь на Швето-Двипу и там вы увидите предных, увидите личностей, которые вам помогут осознать Бога. И они так вдохновились, отправились туда, пришли на эту Швето-Двипу и вообще ничего не увидели. Они увидели просто яркое-яркое сияние, которое повсюду было. И они, ну, стали, им стало очень интересно, почему они ничего не видят, хотя, как бы, ну, голос с небеса обычно не обманывали, да, то есть он сказал, приходите туда, и вы там всех увидите, вам помогут. И они пришли, и ничего не увидели. И вот интересно, да, как сознание работает. Сознание наше бы, ну, или мое, оно подумало, блин, ну, короче, что-то опять надурили, в общем, пообещали, что-то там наврали, и я никого не вижу. А вот как они подумали? Они подумали, ну, наверное, проблема в нас. И они стали совершать еще аскезы. И они просто сидели сто лет по исчислению полубогов, закрытыми глазами, там, медитируя, совершая какие-то аскезы. И потом, спустя сто лет, они открыли глаза и увидели людей реально, всех белых таких вот в белых одеждах, очень, ну, благочестивых личностей. И что самое интересное, эти люди их не видели, да, то есть они их видели, да, но эти люди не видели этих сыновей Брахма. И они стали так ходить, смотреть, насколько эти возвышенные люди действительно там все время медитировали, тоже там как-то возносили молитвы Господу. И в какой-то момент вдруг они увидели, что все вдруг закопошились, и куда-то все побежали. Все стали там что-то кричать, побежали в какое-то одно место, и они тоже решили пойти за ними, посмотреть, что там происходит. Они когда пришли, они увидели еще какое-то более сильное сияние, прямо исходившее из этого места, но не увидели источник этого сияния. Но по откликам, по тому, что эти люди стали кричать, они поняли, кто там находится, что это был сам Вишну. Потому что люди, которые там находились, они стали кричать «Джайна Райна», «Джайя Хариши Кеши», «Джайя Агипуруша». Стали прославлять святые имена Господа. И они поняли этим сыновей Брахма, что здесь Вишну, мы не видим его. И они опять немножко расстроились. Потом все разошлись, да, то есть там, ну, понятно, что Вишну дал даршан этим преданным айшнамам, потом Вишну исчез, и они расстроились очень сильно. И потом они стали думать, что ж такое, что опять не так? И потом опять голос с небес прозвучал, сказал, «Слушайте, ну, в общем, отправляйтесь домой, к Брахма, потому что вы Вишну здесь не увидите все равно». Потому что, почему вы не увидите Вишну? Потому что, вот это важный момент, потому что те люди, которые здесь находятся, они не видят вас. И в чем, как бы, тут смысл? Что мы не обретем милость Бога, да, то есть мы не получим его даршан без милости преданных. Как Бхаксан Сарасвати часто говорил, помните, да, что не живите так, чтобы вы увидели Кришну, живите так, чтобы Кришна увидела вас. И чтобы Кришна увидел нас, нужно, чтобы нас увидел сначала слуга Кришны, чтобы на нас обратил внимание какой-то преданный, вот, чтобы за нас кто-то помолился, да, чтобы мы обрели чью-то милость. Как, ну, с Шелупарпады очень много этих таких историй. Вот. Когда ученики Шелупарпады, они обретали какую-то его особую милость, даже в виде его, может быть, один или два раза. Вот очень интересная история там с Гирираджем, когда он был просто обычным, ну, человеком, студентом, да, какого-то университета, и у него там дома над ним на потолке или на стене висел плакат «Я Бог». И он все время думал, как же так, я Бог. И он, когда первый раз Пропада приехал в этот город, он просто первый раз пришел на его лекцию, и он задал какой-то вопрос, типа. И Пропада ему ответил, типа, ну, на этот вопрос, там, каким-то образом, типа, что ты должен определиться, кто ты, ты слуга Бога или ты Бог. Ну, то есть, то, на чем он медитировал, он как бы раскрыл как-то, и это очень сильно поразило его. И спустя там буквально несколько, там, дней или, там, недели он перебрался в храм жить, и стал очень искренним, да. И мы знаем, что он даже в свое время отказался от многомиллионного наследства своего отца, который пообещал ему, что если он бросит Харе Кришна, он ему, там, что-то там, 20 миллионов долларов, что ли, даст. Очень много, короче. И, в общем, он так стал жить, предаваться. И спустя год, когда Пропада приехал, он сказал, о, как рад я тебя, очень рад видеть. И Грагмуни, ой, Грагмуни, Господи, Герарч Махрач, он очень сильно удивился, он сказал, что вы меня помните, он говорит, да, Шел Пропада, ну, типа, Шел Пропада сказал, да, я помню тебя, потому что, когда ты задал этот вопрос, я очень сильно внутри подумал, ну, очень сильно мне понравился этот вопрос, и я подумал, какой хороший преданный, какой хороший человек, как бы было бы хорошо, если бы этот юноша стал преданным. Он как бы внутри благословил просто Герарча Махараджа, и все. И человек стал преданным, и потом, ну, как бы, известным, там, преданным. Там, преданным, и очень близким преданным. То же самое, там, с одним Вайшнамом, учеником Шел Пропада, который описывает, что он как-то в каком-то 66-м году шел там где-то по Нью-Йорку, и к нему подбежал какой-то человек необычный, такого низкого роста в шафрановых одеяниях, и стал что-то ему очень объяснять. Но у него был такой акцент какой-то сложный, и он ничего практически не понимал. И буквально это происходило, может быть, одна-две минуты, потом он отстал, переключился на какого-то другого человека. И спустя какое-то время вдруг у этого человека возникло какое-то неопределимое желание изучать философию, там, медитировать, там, он стал вегетарианцем. И в конце концов, там, спустя там несколько лет пришел в сознание Кришны, получил инициацию и вспомнил, что тем человеком был Шел Пурпаду. Представьте, один миг просто. Общение с Адду, но с Адду, который очень сильно хотел благословить, что-то дать этому человеку, как эту же известную историю, которую я часто люблю рассказывать, это история Чи Ивана Смами, которая очень много проповедовала в Африке, там, в других регионах мира, что он был первым, кто встретил Пурпаду в Америке. Он работал в Бостонском порту, на теплоходе. И когда Джаладута подходила к Бостону, он шел навстречу на своем корабле. И по обычаю, когда корабли из разных стран встречаются, они приспускают флаг. И он стоял на борту этого теплохода, или, я не знаю, какого-то катера. И он увидел Джаладуту и присмотрелся. И в этот момент он приспускал флаг, приспускал в честь приветствия. И увидел, что на борту этого корабля стоит какая-то необычная личность. И очень сильно смотрит на него. Не просто смотрит, а с таким желанием что-то дать. Вот он почувствовал вот это желание что-то дать мне. Бескорыстное какое-то желание, шелпурпады. И это такая самскара просто, представляете? И все. Вот. Одна минута. И потом он стал преданным, и потом он стал саньяси. Вот это садусанга. И это про санга даже, я бы сказал. Поэтому, ну, какая-то особая милость такая. Поэтому вот здесь Капилла Дева прославляется эти вещи преданные. Вот. То есть он как бы вдохновил. Сначала Дева Хуча сказал, да, преданное служение, это цель, все просто, служи Кришне. И ты избавишься от всех материальных привязанностей. А потом говорит, очень легко этого достичь, если ты будешь общаться с преданными. Преданные такие, 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 такие. Вот. И благодаря общению с ними вот это и это происходит. Поэтому просто общайся с преданными. Привяжись к ним. Вот. И вот этот блок закончился. И здесь с этого стиха начинается уже, собственно, продолжение рассказа. Да, то есть Дева Хуча вдохновилась и стала задавать следующие вопросы. А как расскажи более подробно об этом, обо всем, об этой практике. И уже Капилла Дева со следующего стиха начнет более подробно рассказать про сангью. Вот Вайшнава. Вот такое, какое-то повествование, чем хотелось поделиться. Если есть вопросы, комментарии, возражения, давайте что-то, может, обсудим или может быть ничего. Не будем обсуждать, если вопросов нет. Пока у меня батарейка не села. Не знаю, сколько у меня процентов осталось. Потому что я боюсь сворачивать этот эфир, может прервется. Надеюсь, что Кришна к нам в милостях еще минут 5-10 за батарейкой поддержит. Пока вот не вижу вопросов. Может быть, их и нет вообще. Да, саду санга – это наше единственное прибежище. Мы можем выбирать только общение. Либо духовное, либо общение с Майей. Поэтому Кришна говорит, что кто поклоняется Мне, Он, конечно, молодец. Но тот, кто поклоняется Моим преданным, служит Моим преданным, Он вообще просто Красавчик. Так, ну вроде вопросов больше нет по поводу православной. Конечно, мы все православные. Правильно славим Бога. Поэтому, а что? И причащаемся постоянно к духовной энергии. Только не один раз в неделю, а каждый день по несколько часов. Вот. Харам. Ничего себе. Ты же православный принял чужую веру. Это харам. Харам – это вообще мусульманство. Бог один. Или вы язычник. Какая чужая вера? Есть только одна вера. Это вера в Бога. И любовь к Богу – это единственная религия. Поэтому, если вы считаете, что любовь к Богу – это харам, то вы неправильно понимаете Куран. Вот, преданные. Ладно. Харе Кришна. Спасибо вам большое. Всем хорошего дня в сознании Кришны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok